Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и недавно были анонсированы еще три цивилизации, которые появятся в дополнении к Sid Meier's Civilization VI, Gathering Storm. В этом видео я постараюсь о них рассказать, но прежде обращу ваше внимание, что вся известная информация на данный момент о дополнении Gathering Storm есть у меня на сайте leseigraet.ru. Вот сейчас в верхнем правом углу появляется ссылка на страницу о дополнении, либо есть ссылка в описании. Можете перейти и почитать все текстом, хотя я, конечно, буду периодически еще видео делать. Ну а сейчас к новым цивилизациям. Инки с лидером Пачакутыком, иногда его еще зовут Пачакути. Инки практически постоянно в каждой цивилизации появляются, их не было, по-моему, только в первой и второй, и всегда они довольно сильны. В дополнении Gathering Storm способность цивилизации называется Mid-A. Это значит, что жители могут обрабатывать тайлы с горами. Не рабочие, именно не рабочие, а жители городов. Тайл с горами дает плюс два производства, а каждая терраса рядом с горой плюс одну еду. Чем-то, конечно, похоже на пятую циву, но в пятой горы не обрабатывались. Способность лидера называется Капок Ньян. Плюс одна еда домашним торговым путям за каждую гору в городе отправления. Но открывается способность после исследования цивика международная торговля. В принципе, практически в самом начале. Уникальное улучшение, тоже называется Капок Ньян, тоже открывается в международной торговле. И дает способность строить тоннели в горах. Юнит может зайти на тайл с улучшением и выйти из другого тоннеля за два очка перемещения. Строится на соседнем от строителя тайле и не может быть разрушенным или удаленным. Это улучшение можно строить как на своей, так и на чужой территории, а также использовать другими игроками, не только инками. Причем, судя по всему, она даже строится, если гора больше, чем один тайл. Не стоит думать, что тоннели могут строить только инки. Другие цивилизации это смогут тоже делать, только намного позже. Инки же делают это после открытия цивика международная торговля. Еще одно уникальное улучшение – та самая терраса. Плюс одна еда. При этом плюс одно жилье за две террасы и плюс одна еда за каждую соседнюю гору. Если рядом находится акведук, терраса получает плюс два производства. Кроме того, плюс одно производство, если рядом есть источник пресной воды, но не рядом с акведуком. После открытия цивика-феодализм и технологии стандартизации, терраса получает дополнительный доход, собственно, как и фермы обычные. Строить террасу можно на луговых холмах, равнинных холмах и пустынных холмах. Уникальный юнит инков называется «Вора Ак». Он заменяет застрельщиков. Новый юнит, который появится в дополнении. У него сила ближнего боя 20, сила дальнего боя 40, три очка перемещения и плюс одна дополнительная атака-вход. Чем-то похож на чекану китайцев из пятой цивы. Следующая новая цивилизация – Мали с лидером Манса Муса. Мали уже была в четвертой циве, по-моему, даже в оригинальной, но не уверен, возможно, тоже в дополнении. И лидером был все тот же Манса Муса. Уникальная способность называется «Песни Джали». Дает плюс одну еду и плюс одну веру центру города за каждый соседний тайл пустыни или пустынного холма. Минус одно производство шахтам, но при этом плюс четыре золота. В центре коммерции можно покупать здания за веру. И минус 30 производства зданием и юнитом. Прям даже интересно, будет ли это компенсировать, вот это отсутствие одного производства шахтам. Способность лидера называется «Торговцы Сахель». Плюс одно золото международному торговому пути за каждый ровный тайл пустыни в городе отправления. И плюс один торговый слот каждый раз, когда наступает Золотой Век. Так что за Мали, пожалуй, стоит пытаться постоянно быть в Золотом Веке. Уникальный район у Мали называется «Сугуба». Этот район заменяет центр коммерции. И дает минус 20% к стоимости покупки районов, зданий и юнитов за золото или веру. Плюс два золота за соседство со священными местами. Плюс два золота за соседство с рекой. И плюс одно золото за соседство с двумя районами. Уникальный юнит перекочевал из пятой цивы, где его отобрали у Сангая. Да-да, всадники Мандекалу. 49 ближний бой и 4 очка перемещения. Заменяет рыцарей. За убийство вражеских юнитов Мандекалу получает золото, равное боевой мощи убитого юнита. Интересно, что торговый караван, который находится в радиусе 4 тайлов от всадников Мандекалу, не может быть разграблен. Правда, условие, что он еще при этом должен быть на суше. В общем, какая-то нация чисто на деньги. При этом в ущерб производству. Прям даже интересно, как это будет играться. Ну и, наконец, вчера анонсировали Швецию с лидером Кристиной. Ну, это не какая-то там Кристина, а очень конкретная королева Швеции. Дочь Густава II Адольфа, того самого, который был лидером Швеции в пятой циве. Но в Стиме шведы несколько возмущены таким выбором лидера для своей нации. И пишут, что это все равно, как для США выбрать Никсона в лидеры. Но Фераксис гнет свою линию лидеров женщин, так что будем играть за Кристину. Способность цивилизации неудивительно называется Нобелевская премия. Швеция получает дополнительные дипломатические услуги при получении великого человека. Дипломатические услуги – это механика из дополнения. Кроме того, дополнительные очки великого инженера от фабрик и очки великого ученого от университета. Дополнительные. В промышленной эре открываются три уникальных соревнования в Конгрессе, которые будут доступны только если Швеция есть в игре. Уникальное шведское улучшение называется «Музей под открытым небом». Он дает плюс два лояльности городу, плюс две культуры и плюс два туризма за каждый тип местности, на котором основан город Швеции. Ну, я не очень понимаю, что значит «за каждый тип местности, на котором основан город Швеции». Ведь центральный район может быть только на одном типе. Видимо, тут будут считаться и все остальные районы. Это значит, что за шведов желательно районы ставить на разных типах местности. Музей под открытым небом можно строить только один на город, а тайлы с этими музеями нельзя передавать в другие города. Уникальный шведский юнит, опять же, переходит к нам из пятой цивы, каролинская пехота. Заменяет юнит стрельцы-пикинеры, правда. В пятой циве они заменяли стрелков. 55 ближний бой, 3 очка перемещения и плюс 3 боевой мощи за каждое непотраченное очко передвижения. А это значит, что, в отличие от пятой цивы, в шестой, судя по всему, каролинская пехота становится юнитом защиты, а не нападения. Сами посудите, если она не движется, этот ход, то получает аж плюс 9 боевой мощи. А в пятой циве каролинская пехота лечилась каждый ход, что больше способствует скорее атаке, чем защите. Способность лидера называется «Северная Минерва». Здание с тремя слотами великих работ и чудеса с двумя и более слотами великих работ дают тематический бонус, когда все слоты заняты. Ну, то есть вам не требуется собирать тематические работы, там, разных эпох или разных лидеров, а просто собрали три слота в художественный музей, сразу получили тематический бонус. То есть Швеция выглядит как неплохая нация для туристической победы. И, наконец, уникальное здание лидера – Королевская библиотека. Дает один титул губернаторам дополнительный, два слота для шедевров писателей, музыкантов или любого типа изобразительного искусства. Да, просто искусство, там и скульптуры можно. И строится это здание в правительственной площади, так что, к сожалению, можно построить только одно. О, на всю вашу цивилизацию. Оно ничего не заменяет, просто можно построить в правительственной площади. Вот такие новые три цивилизации были анонсированы. Ваши впечатления от них хочу почитать в комментариях. Ну, а вы слышали Алексея Халецкого. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.